Добрый день! Добрый день, уважаемые земляки! В эфире программа «Удачи». Сегодня мы поговорим о садовых работах, о работах в саду. Нам поможет Владимир Николаевич Бабенко, консультант нашей программы, председатель клуба виноградов и садоводов. Владимир Николаевич, ну, наверное, не бывает у работников села идеальных лет, так же, как идеальных зим, весен, осени. Конечно. Чем вот знаменательно это лето, начало этого лета? Ну, прежде всего, мы коснемся, какая была весна, и что сопровождало в преддверии нашего лета. Это довольно-таки затяжная весна, значит, очень было много осадков выпадало. Наросло очень много листового аппарата у наших и деревьев, и других опадовых ягодных культур. То есть это как бы среда для питания вредителей. Поэтому сейчас нужно будет при возросшем температурном режиме особо обратить внимание по борьбе с вредителями и, конечно же, болезнями, которые точно так же сопровождают и развиваются на наших питомцах. Допустим, на яблони – это парша. Если, допустим, не провели в конце цветения на яблони и груши, то необходимо сейчас провести обработки по защите наших семечковых культур. Это, допустим, с кором при вот такой высокой температуре. Если температура будет снижаться, допустим, до 18 градусов, то можно провести хорусом в дозе, если скор, я рекомендую обычно 5 мл, чтобы он снимал и паршу, и мучнистую росу, и пятнистости, то по хорусу – это 3 грамма на 10 литров рабочей жидкости. Он снимает и манилиоз, и паршу, и клеастоспариоза на косточковых. Это касаясь и вишни, и черешни. Это касаясь и персика, который сейчас тоже вошел в наш регион, как уже довольно нередкая культура. Касаясь винограда, сейчас в преддверии того, что виноград одни сорта уже готовы к цветению, то есть в преддверии цветения провести обработки, допустим, медь-содержащими препаратами, можно системными препаратами типа купролюкса, который снимет мильдию, антракноз. Для того, чтобы снять такое заболевание, как аидиум, мучнистая роса на винограде, это можно работать скором в дозе 5 мл, или топазом в дозе 2-4, в зависимости от развития болезни на культуре. То есть посмотреть по развитию клеща, потому что многие виноградари звонят и спрашивают вздутие на листьях, что это такое. Мы консультируем, рассказываем, и как побороться. Это, допустим, из фосфорорганики, тот же фуфанон, аллатар. Есть специализированные препараты, акарициды. Всем известны, допустим, мелкодисперсные коллоидные серы, это теавиджет. Но, опять же, хотел коснуться по теавиджет. Он хорошо работает в температурном режиме 18-24 градуса. До 18 градусов он не работает, как инсектофунгицид. После 24-х он поджигает лист. Поэтому я бы наших садоводов и виноградарей на это обратил внимание. Касаясь таких ягодных культур, как малина, земляника, они сейчас уже плодоносят. Поэтому здесь, как бы, химические обработки. Можно только, допустим, какие-то раздительные настои использовать. Такого, ну, более экологичные, чтобы не навредить себе прежде всего. Так, Владимир Николаевич, ну вот он один из вредителей наших садовых. Тля, ведь поразит такой, что поражает многие растения, очень многие. И даже не только плодовые, не только ягодные. Ну и дикую растительность. Как с ней бороться? Ну, вы знаете, допустим, это еще как бы не такой уж большой порог. Сейчас идет очень массовое заселение. И гелитризовые тли, особенно на косточковых. Касаясь обычной зеленой тли, и на яблони, и на груши. Помимо этого мы наблюдаем и листоверки, которые повреждают. И потом, значит, и листовой аппарат. И сейчас идет отрождение плодожорок на яблони. Поэтому здесь нужно проводить системными фунгицидами. Сейчас хорошо, ровно работает та же октора в дозе против тли. Это 2 грамма на 10 литров. Почему? Потому что мы должны, если у листогрызущих и обычно яд, он распределяется трансламинарно по краю, и когда идет повреждение вредительным листогрызующим с края листа, им эта доза хватает. А здесь против тли нужно отравить клеточный сок. Поэтому здесь доза удваивается. Поэтому, допустим, по акторе это идет порядка 2 грамма. По, допустим, такой препарат Аллатар. Это смесь двух препаратов фуфанона и циперметрина. То есть там два действующих вещества, и он работает более жестко в этом плане. Там порядка 10-15 грамм на 10 литров рабочей жидкости. И здесь хорошо совмещать именно с фунгицидами, работать против болезней, против парши, против мучнистой росы, против различных пятнистостей. И здесь хорошо срабатывает при такой жаркой погоде скор в дозе 5 мл на 10 литров воды. И хорошо здесь подкормить растение, чтобы растение само сопротивлялось и наращивало свой прирост. И листовой аппарат, ну вот мы сейчас как бы у всех на слуху, это Алгосупер, потому что это наиболее такое полное удобрение. Это порядка 70 макро-микроэлементов и незаменимая аминокислота. То есть это полное минеральное питание для растений. Поэтому совмещая Аллатар или, допустим, Актору и, допустим, Скор, и добавить всего лишь чайную ложку на те же 10 литров рабочей жидкости Алгосупер, и ваше растение будет и защищено, и подкормлено, и будет здоровый листовой аппарат, очищенный от болезни. Владимир Николаевич, вот под плет, с какой периодичностью надо делать обработки? Вы знаете, допустим, по Акторе у нее защитный период, ну, порядка 21 день. То есть на 3 недели защищено. По другим препаратам нужно смотреть, почему. Потому что, ну, при такой вот жаркой погоде идет быстрое разрушение действующего вещества, препаратов. Поэтому здесь нужно смотреть. Иногда даже циклитически приходится и через 5, через 10 дней проводить повтор. Здесь нужно уже персонально смотреть, как у вас идет заселение. И, значит, сейчас борются очень активно с муравьями, которые разносят тлю. Да и сейчас очень много на участках возникает таких стихийных муравейников, которые вздыбливают почву, значит, нарушают и красоту вашего участка. И они же разносят ту же самую тлю, 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 коровку, которую они потом доят. Здесь вы боретесь, когда с тлю, вы убираете и тот контингент, который их разносит. Ну, а теперь мы на винограднике. Владимир Николаевич, вот этот вредитель наносит такой урон, не меньше, чем тля на плодовых деревьях. Называется он зуднем, да? Да, но тут даже, будем говорить, и не нужно быть вооруженным взглядом. Вот эта бугристость и вот этот налет, это говорит, что они тут живые, это клещ. И вот в каждой такой вот пустуле здесь порядка 10 тысяч клещей находятся. Поэтому представлять, какое здесь население. Тут, можно сказать, мегагород на одном листе. Они так же, как тлят сосуд. Да, да, значит, и дело в том, что их и насекомые разносят, и ветер. То есть это уже источник инфекции на вашу и прилегающую территорию заражает виноградники. Есть сорта, которые он очень прилюбляет. Вот, допустим, Кеша, да, или там Светлана. Он очень любит эти сорта, то есть он начинает на них прежде всего. Но вы имеете в виду, что он будет у вас заселять и все остальные кусты, и будет точно так же повреждать. И, допустим, сейчас, пока соцветия вот закрыты, то есть нет светения, необходимо провести обработки химическими препаратами от клещей, так называемыми акарицидами. Вот. И, конечно, совмещать сразу и с фунгицидами, и проводить листовую подкормку. И листья надо спрыскивать с обеих сторон. Нет, это системный препарат. Его наносите хоть сверху, хоть снизу, то есть проходите по кусту. Лист вы отравляете, они сосут отравленный сок, и они погибают. Единственное, что по препаратам, как правило, нужно повторять через 5-7 дней. Почему? Цикл отрождения, это я вот, допустим, касаясь теавита джет, мелкодисперсной серии. То есть вы обработали, у него цикл где-то, ну, порядка 5-7 дней, новый цикл отрождения, чтобы и одну волну, и вторую волну накрыть и очистить свои растения. Как правило, при обработке препаратами, когда здесь вот коричневеет вот этот налет, это говорит о том, что препарат сработал, и получен тот эффект, который мы хотели, то есть мы его уничтожили. Значит, чередой обработок можно от этого вредителя избавиться. Вот. Ну, а за более подробной информацией обращайтесь к нам в Центр винограда, который мы вот, консультация проводим по средам на ярмарке стройматериалов, Холмистая 68, где мы детально рассказываем нашим виноградарям, садоводам, какие операции, разбираем их такие частные случаи по болезням, по вредителям, по борьбе с сырниками, то есть проводим бесплатные консультации. Ну, теперь мы находимся у косточковых культур. Это войлочная вишня. Владимир Николаевич, ну, тут мы видим и тлю, вы уже обратили внимание, и заболевание. Это наблюдается, и засохший обычно всегда проявляется на косточковых. Это манилиоз. Чем хорошо побороться с ним, это препарат Хорус в дозе 3 грамма на 10 литров рабочей жидкости, а против тли, допустим, или фуфанон, или актора. Актора – это 2 грамма на 10 литров. Фуфанон – это, а лучше, аллатар – 10-15 миллилитров на те же 10 рабочей жидкости. И чтобы подкормить, восстановить проводящую систему, нужно подкормить или фертика люкс, столовая ложка, а лучше, конечно, алго супер, чайная ложка на 10 литров этой же рабочей жидкости. А манилиоз поражает вот сами плоды? Да, это идет поражение, идет усыхание, они отваливаются. Так что это заболевание запускать ни в коем случае нельзя. И вы знаете, она сейчас прогрессирует и отмечается даже на таких культурах, как смородина, что раньше у нас не наблюдалось. То есть она из такого монофага превратилась в полифага, то есть повреждает различные сейчас культуры, различные расы этого гриба возникают и специализируются на разных культурах. Поэтому к этому заболеванию нужно всегда относиться, что на яблони, что на груши. Ведь вспомните, где-то в 96-98 годах у нас все промышленные грушовые сады в области и в регионе погибли из-за этого заболевания. Поэтому с ним нужно бороться. Что касается косточковых, я хотел обратить внимание наших садоводов о том, что необходимо проводить обработки и на вишни, и на сли против вишневой мухи, которая ведет активную яйцекладку. И когда пойдет от рождения, они проникают внутрь ягоды, и у вас ягода будет червивая. Вот чтобы этого не было, вы обрабатываете или актарой, или фуфаноном, или аллатаром против этого вредителя. Вот характерный пример гибели вишни, если не бороться с манилиозом. Это сорт вишни молодежная. Здесь практически уже идет стопроцентная гибель. Уже восстановить это дерево невозможно. Поэтому, если не принимать меры к борьбе с этим заболеванием, вот итог. В наших садах все больше приобретают посадки ежевики. Сейчас очень большое разнообразие сортов. Культура практически ничем не поражается ни болезнями, ни вредителями. И это большой плюс получения хорошей экологической продукции, с хорошим содержанием витаминов, проактивных веществ, полезных для человека. Вот это еще одно экзотическое плодовое растение – жимолость. Владимир Николаевич, она поражается чем-нибудь? Есть такое дело, она поражается щитовкой. Но я хочу сказать, что она уже в наших условиях нередкая. Очень большой ассортимент, особенно так называемые сорта бочкаровские, очень крупноплодные, без горечи. И будем говорить, уже люди ее освоили и знают, что она где-то дней на 10, а то и на 2 недели раньше любой земляники, то бишь клубники. То есть это первая ягода, вы знаете, что первая ягода, она самая желанная. Поэтому это уже не экзотика. В семье Петровых практикуется здоровое питание. Кто здоровее, тот и ест. Ну что я хотел бы еще сказать, Андрей Александрович, в наших садах раньше-то как бы была экзотика. Допустим, персика, грецкий орех, черноплодная рябина, голубика. Сейчас это уже входит в повседневную жизнь и растут на наших садовых участках. И им нужно уделять внимание, потому что это очень такие высококонцентрированные по витаминному составу, по содержанию питательных веществ, ягоды, которые должны радовать наших садоводов, их семьи, и создавать тот колорит витаминной продукции, который необходим любой нашей российской семье. Давайте на этом и закончим нашу передачу. Создавать колорит в нашем саду. Пожелаем всем нашим зрителям удачи!